Ребята, здравствуйте! С вами Алексей! Добро пожаловать на моё новенькое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Друзья, короче, в общем, история следующая. Продолжается моё, конечно же, путешествие по уже югу России. Русмап мы с вами как-то более-менее обкатали, но скоро мы на него, ребята, вернёмся. И по секрету скажу, есть у меня кое-какие планы по отправке дальше в сторону Запада. Да-да, возможно, ребята, будут у нас рейсы на Европу. Пока что как бы это всё вилами по воде писано. Но, ребят, катаемся мы по югу сейчас в данный момент. Продолжаю я тестировать вот эту замечательную машину Ивека НП, она называется. Ну, либо в переводе на простонародный Natural Power. Либо, короче... Короче. Хотел умно сказать, но ладно. В общем, эта тачка, ребята, у нас полностью на газовом оборудовании. То есть у неё нет баков под солярку. Она вот исключительно на газу работает. В общем, вот такая интересная машинка. Ссылка на неё, ребят, также будет в описании. Ровно так же, как и на всё то, что вы видите и слышите, тоже ссылки будут в описании. Пожалуйста, проверяйте описание. Там реально есть всё. В общем, ребят, в прошлом видео мы с вами добрались до замечательнейшего города Невиномыск. И, в принципе, я вас напросил... Напросил... Интересное слово. Попросил написать в комментариях, куда бы вы хотели меня отправить дальше. Вы писали про Дамбай. Это, опять же, очень интересная местность. Но, ребят, к сожалению, выпала так карта, что мы сегодня с вами поедем в сторону Ставрополя. Будем подниматься наверх. И едем мы в конечный пункт наш. В посёлок... Как же он там называется? Красногвардейское. Очень-очень мелко это всё написано. Конечно, ни хера не вижу. Но ладно. Суть дела от этого не меняется. Едем в Красногвардейское. И, скорее всего, ребята, будем мы выдвигаться, наверное, уже в сторону Ростова. Опять же, надо будет нам заехать обязательно в Волгоград. Потому что там мы ни разу не были. И, как я понимаю, нам всё равно надо через Саксай опять ехать. Потому что здесь Семикаракорск. Он никоим образом с Морозовском не соединяется. Хотя, в принципе, какие-то отростки здесь дорог есть. По-любому в реальной жизни какое-то соединение здесь присутствует. Но вот пока на Росмапе, к сожалению, этого нет. Нам надо в Волгоград. Нам надо в Саратов. И уже, соответственно, выбираться отсюда в сторону Москвы, Питера. И уже выезжать в Европу. Вот такие вот у меня, ребята, планы. Итак, давайте будем отправляться. В принципе, я уже загрузился. У нас будет 23 тонны жевательной резинки. Это просто пипец. Вы просто представляете? 23 тонны жевачки. Это ужас какой-то, ребята. Это просто мечта школьников. Наверное, столько жевачки иметь во время того, когда ты учишься в школе. Да уж. Ладно, поехали. В общем-то, продолжается у меня вот эта история с максимальной нагрузкой этой замечательной ивечки, назовем ее так. Не будем называть ее овечкой. Это все-таки ивечка. В общем, продолжается вот эта у меня эпопея с ее испытанием под максимальными нагрузками. Она действительно вот в какие-то невероятные условия эксплуатации у нас попадает. То есть мы ее тестируем и в перевалах, и в дождь. Просто лютая. Прошлая серия у нас была по Шаумянскому перевалу. Мы с вами ездили. И там, в общем-то, было весьма, ребята, опасно. Так, давайте-ка я, конечно же, выключу маркеры. Можете там на паузу посмотреть. Поставить, посмотреть, как команда называется, если вы тоже в этом заинтересованы. Так, ну что, здесь нам надо будет уходить налево. Так, я вроде там ничего не задеваю. Ну, здесь, в принципе, никого нет. Так, там, если что, тут нас пропустят. Потихонечку выбираемся. Да, испытывая мы просто какие-то невероятные маршруты с этой машиной и под какими-то невероятными нагрузками. То есть, ну, она действительно может. Вообще, без проблем она все выполняет. То, что нам нужно. И что мы от нее требуем. Так, здесь такие повороты за ворот. И зефира выписываем. В общем-то, когда мы сюда заезжали, мы тоже по этой же дороге, кстати, шли. Немножечко мы ее сейчас зацепим. Обратную дорогу. До сих пор я не заправлялся. У меня чуть больше полубака газа. Ну, как полу. Короче, вы поняли. Один бак полный, второй чуть-чуть пустой. Назовем это так. И получается у нас в итоге полтора бака. Естественно, игра как бы думает то, что мы якобы там идем на солярки. Потому что газа как такового здесь нет. Это, ну, просто она называется NP. То есть, ну, просто называется. Просто название. Это и значит, что это действительно газовая машина. Здесь появились газовые заправки. Это она вот на газу ездит у нас здесь. Нет, такого, конечно же, ребят, нет. Стоит это понимать. Так, отлично. Пока работаем на контору. Если, допустим, в Американ Трак, если вы, ребят, серии не видели, то прям советую посмотреть. Я там как-то стараюсь один раскручиваться и делать свою компанию. В Евротраке я буду стараться, ребят, играть наоборот. То есть, я здесь буду работать исключительно на какие-то конторы. Хочу вот с этой стороны здесь зайти. Все-таки в Америке там как бы, я думаю, что да, больше распространена вот эта тема с овнер-операторами. То есть, когда что-то себе покупают сами люди. Грузовик, там, прицеп арендует. И как-то пытаются выживать, как-то пытаются строить свой бизнес. Здесь же все-таки в Европе, там, в России, в той части России, которая здесь есть. Но все-таки, я думаю, как бы, лично мое мнение, никого не хочу там ни в коем случае обидеть. Лучше, конечно, как мне кажется, отыграть именно вот эту роль, что типа ты якобы работаешь на какую-то контору. Ну, мне кажется, это просто немножко поинтереснее все будет выглядеть. И как-то более-менее реалистично. Так, встаем на круиз. Сколько у нас там на круизе? Ну, давайте поставим 75. Здесь у нас пока что местность такая неизвестная для меня, неизведанная мной ранее. Поэтому особо, как бы, сильно я гнать не хочу. Посмотрим мы на все это дело. Расстояние у нас там 180 километров. Но, как показывает практика, на югах, если вроде бы казалось 200, там, 300 километров, такая хрень, а серия может на час растянуться. То есть, да, здесь просто стоит это взять во внимание. Пока что поднимаемся наверх. Но с 23 тоннами, да, тяжеловато, конечно, ей. Ой, как тяжеловато, ребята. Полоса какая-то неестественно узкая. У меня вообще такое ощущение, будто я еду по обочине. Я не знаю, почему мне так кажется, но реально вот такое ощущение, будто я еду по обочине. Хотя это вроде полоса, то есть машины, пожалуйста, за мной едут. Так, ну сейчас у нас явно будет сужение. Заранее включаем поворотник. И перестраиваемся. Отлично. Куда ж ты так тормозишь-то резко? Еще и номер у него такой 3 шестерки, поехавший немного куда-то номер, правда. Ну ладно. Суть не в этом. То есть надо понимать, ты перед кем останавливаешься-то. Ты-то за секунду остановишься, а я снесу тебя нахер просто и дальше поеду. Польский. Что-то там какая-то прям вымершая деревня. Несколько домов. Какое-то заброшенное кафе вообще в траве стоит. Интересно. Ну, вроде заборы какие-то тут более-менее новые, современные. Там, тут. Не, ну просторы, конечно, кайф. Кайф, реально кайф. Речка темная. Тепло здесь хорошо, на югах, конечно. Там, наверное, ближе к Москве уже снежок выпал, скорее всего. Надо будет опять, наверное, зимний мод накатывать. Ну, лучше дождь, не знаю, как по мне, лучше проехать сквозь дождь, грозу, которую мы с вами проезжали, нежели чем буксовать в гололед. Так, Росток-на-Донуэлиста, Астрахань. По центру пока держимся. Думаю, это полоса нас как раз-таки выведет, куда нужно. Так, пока встанем на круиз-контроль. Татарка у нас направо. Ну, нам туда не надо. Но так вообще, да, ребят, если у вас есть какие-то соображения в плане того, как в дальнейшем крутануть вот эту всю историю с дальнобоем там, да, в Евротраке, то пишите в комментариях, без проблем. Комменты всегда открыты. Пожалуйста, добро пожаловать, что называется. Все комменты читаю. На все стараюсь отвечать. Если там есть это что-то такое ахово, и нужно прям реально ответить, то без проблем. Потихонечку на 10-й передачке. Можно даже 11-й попросить дать. То есть здесь вот подскачек крайне корректно работает в Евротраке. То есть, ну, просто вот нажимаю Shift. Все, он у меня даже на 12-й переключается. То есть нужно вообще в режиме экономии просто ехать. За ним Магнум настигает. Сейчас, скорее всего, передачу будет скидывать. Да. Скорость небольшая, 75 всего лишь, поэтому он как бы и на 11-й максимум потянет. Блин, так обочину близко немножко, что на самом деле стремновато. Так, через колечко там мы уже подходим, как я понимаю, к городу. Так, что-то знаков приоритета нет. А, ну мы главные, что ли? На въезд на кольцо главный? С этой стороны. И не пойму я немножко. Ладно, окей, едем дальше. Так, берем радиус пошире, потому что нам... Ой-ой-ой, как FPS дропнулся сразу в половину до тридцатки. Вот в этом направлении лучше не смотреть. Вот там какая-то, короче, концентрация чего-то. А, ну мы в Ставрополе, понятно. Думаю, что так подлагивает? Просто в большой город заехали. Дилерская Мерседеса, пожалуйста. КамАЗ тут в случае чего можно будет обслужить. Кстати, где на что-то КамАЗ? Ребят, вообще понятия не имею. Под кем он сейчас? То есть, как бы куда он там уехал? Вообще неизвестно. То есть, пока что, как бы, ну вот, на исключительно тестовых автомобилях я катаюсь. Что дальше будет, опять же, неизвестно. То есть, пока что вот здесь, на югах, использую ИВЕК. Ну, в принципе, оно, как бы, я думаю, логично. То есть, проверить в таких сложных, действительно сложных условиях, как работает машина на газовом оборудовании, прям идеальное место. То есть, здесь и спуски, и подъемы, и перевалы, и все, что хочешь. И постоянный газ-тормоз. То есть, ну, такой действительно очень-очень-очень болезненный. Цикл эксплуатации машина здесь, конечно, проходит. Но на то это и тест-драйв. Так, Ставрополь мы проходим. Прямо, смотрю, по центру, что ли. Так, дружище, давай на автоозе разгоняйся, 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 скотовоз, давай, 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 давай. Мне на тормоз лишний раз нажимать не хочется. Смотри, на ИГАХ тут неплохие машинки ездят, скамеечки часто встречаются новые. Цвет, кстати, прикольный, голубой. Прикольно выглядит. Я бы себе, допустим, если машину покупал, грузовую в реальной жизни, я бы ее по-любому взял какого-нибудь необычного яркого цвета. Бог бы с ним, там, доплата бы нужна была какая-то за цвет. Я не знаю, в грузовиках есть такое или нет. Но я бы себе взял прям реально какую-то яркую машину, либо оранжевую, либо голубую, допустим, вот как слева скания стоит. То есть вот что-то такое там, да, необычное, то есть чтобы машина была яркая. Я сам по жизни просто люблю такие яркие цвета, чтобы машина яркая была. Не знаю, почему-то мне это нравится. То есть у нас как бы в России принято, что белая, черная, серая. Не знаю, я не люблю такие цвета. Скучные все. Некоторые машины в белом цвете дешевыми абсолютно смотрятся. Скучными какими-то, не знаю. Некоторым машинам черный цвет идет. Но в большинстве случаев в черных цветах теряются какие-то плавные линии кузова там вот что-то. Ну, скрадывает, он реально скрадывает. Белый так вообще крадет конкретно. Но в черном как-то плюс-минус. Так. Это, конечно, вкусовщина все на самом деле. То есть, ну, ребят, пишите в комментариях, что по этому поводу думают. Очень интересно будет почитать. Так, здесь мы налево уходим. К сожалению, написано, что это за улица. Но весьма, 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 весьма неплохо выглядит. Кругом. Заборы вот эти вот, блин, стоят. Нахрена не нужны вообще здесь? Непонятно. Лежачий. Аккуратненько. Тут лежачий хоть человеческий, нормальный. Широкий, а не фуфло какое-то. Вот это, на котором подпрыгиваешь до облаков. У Ставрополя, я хочу сказать, мы, в принципе, безболезненно прошли. Ребята, вообще безболезненно. То есть, ни в каких пробках нигде не постояли. Прям очень даже достойно мы его проехали. Отлично. Сориентируемся по свету в салоне, когда загорится зеленый. Цитоборы такие мощные, что видно прям салон наш освещается. Так весьма уютненько. Здесь заборы вот эти, конечно, кругом. Заборы, 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 заборы. Поехали. Слушай, ну с 23 тоннами он неплохо подрывает, я хочу сказать. Каждую передачу, конечно, перебирает. Четвертая какая-то здесь вообще сверх короткая. То есть, как будто можно было с третьей на пятую даже, наверное, сразу переключиться. Четвертая, в принципе, была не нужна. Но вот автомат здесь работает таким образом, что вот он перебирает. Когда идет груженый, он все передачи начинает перебирать. Облака так красиво впереди расстилаются. Как будто там сопки какие-то, горы какие-то. Знаете, верхушки гор заснеженные. Здорово. Ну, очень крутая панорамка. Ух ты, как я хорошо подъехал. Газ в палац не жмем, аккуратненько просто придавливаем до конца. Опять моя реклама. ЖД-симулятор. Заправочка. Нерабочая, как я понимаю, пока что. Ну, может, в каких-то других обновлениях она заработает. Так, пока в черте города идем. 60, сука, там впереди кольцо. Ой, так, нам нужен второй съезд. Как шаха смело поехала, ты посмотри на нее. Хер он как под фуру построился. Здесь мы, ребятки, уходим. Не, красиво, красиво здесь, красиво. Не поспоришь. Прямо, да. Прямо здесь клево. До Ростова 316. Очень комфортно прям. Рейс такой на слабоне у нас на самом деле. То есть я думал, что будет больше какого-то напряга, больше какого-то трэша. Но я думаю, если бы я на Донбай поехал, то я бы там прикурил нормально. Ну, посмотрим, как логистика выпадет. Может, получится так, что опять у нас будет до Невиномыска. И из Невиномыска нас отправят в Донбай. Не знаю, что дальше будет. То есть мы как бы на выходные попадаем. То есть, может быть, даже будет так, что нам придется здесь немножечко посидеть. Что-то там такая небольшая деревенька на самом деле. Небольшой городок. И, возможно, да, мы там подсядем. Не, ну какая красота впереди, ребята. Вы просто посмотрите, как круто. Ну, Вольво, конечно, со стекловозом стандартно вообще чушь не полная. Но природа, вот этот мод, блин, на растительность. Просто вышка вообще. Очень красиво. Феркам. Пролетел. Красавчик. Ух ты, что это такое здесь? Кто-то ведро оставил на дороге. Здесь не хочется спешить. То есть, ты вроде идешь по трассе. По нормальной трассе такой причем. Что, попробуем его обогнать? Тракторочек там попердывает. Так, судя по всему, Катерпиллер движок у него, что ли? Прям очень на Катерпиллер звук похож. Ой, какая красота, ребята. Просто обалдеть вообще. Давайте, я хоть этим и не занимаюсь, но вот я даже вторую камеру, наверное, включу. Вот так вот просто офигенно вообще. Круто. Обалденно. Вот вообще, реально, вот этого мне не хватает. Эх, да. Вот это трасса. Солярка? Ой, солярка. Газ у нас уходит, капец, я смотрю как. То есть, мы вот уже буквально почти там до половины его сожгли. Так, заезжаем в Красногвардейское. Круиз сбрасываем. И катимся. Ух ты какой-то резкий. Вот, чуть быстрее я бы шел. И все, и привет. Так, включаем поворотник заранее. Опа. Отлично. Так, ну что, друзья. Доезжаем мы до конца. Да, сегодня у нас ролик будет не длинным. Ну, по сравнению с прошлыми. Но здесь прям реально красиво. Я здесь, наверное, ребята, и останусь. Отдохну. Опять же, повторюсь, на выходные мы там с вами немножко попадаем. Поэтому, ну, прям красиво вообще. Посмотрю тут по приложухе. Есть у нас что, по стоянкам здесь или нет. И, собственно, будем, наверное, где-то мы здесь ночевать, оставаться. Подышим южным воздухом, пока это возможно. И отправимся уже потом куда-нибудь дальше. Такая уж наша судьба неподневольная. Так, вроде проходим. Так, не прохожу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, вот это да. И здесь, то есть, я задену этим. А тут у меня знак. Так, делаем выводы на основе того, что видим. Включаем заднюю передачу. Смотрим. Здесь я морду просуну. Да холь ты дудишь-то, еб-то. Так. Так, здесь я уже никогда не поверну. Так, этого вот-вот тоже могу задеть. Так, ну... Попробовать только, если прям вообще как-то знак облизать. Я не знаю. Ну, нет, знак... Всё, завалил, короче, я знак. Нет, я тогда там упираюсь. Да еб-о на мать, а! Вот это да! Вот это я приехал! Вот это да! Спокойный рейс, да, у нас, Алексей? Прям вообще рейс спокойный. Вот спокойнее просто некуда, просто. Ну, блин, ребят, по-другому никак. Так, продёрнул просто там конкретно колёсами по отбойнику, но по-другому вообще никак, ребята. Было не заехать туда. Здесь ворота ещё уже. И, как я понимаю, нам как раз-таки надо сюда сейчас каким-то образом заехать. Очень плохо, что фронтального зеркала здесь нет. Делаю вывод на основе того, что у меня прицеп сейчас где-то на середине поворота. Так, и тут я по боковушке прям вот смотрю. Так, выпрямляемся. Проходим, проходим, проходим. Так, оно вперёд настроено хорошо. По основному левому зеркалу там вообще жопа. Смотри, просто вот как будто всё ты сейчас вот... Так, и чё? Хочешь сказать, ещё надо попытаться побыстрее это всё сделать? Ага, у меня, наверное, скорее всего здесь бьёт этот самый. Ну, давай мы тебя немножечко вот так затолкаем. Так, хорошо, прошли. Сейчас мы его сюда выпрямим. Так, и вот так по диагонали мы заходим. Справа место дохера, слева ещё больше. Фуф. Да, ребята, вот это да. Вот это, конечно, надо попотеть здесь. Так, ну, я не знаю, где у нас разгрузка будет. Это во-первых. То есть, зачем им здесь 23 тонны жевательной резинки? Я понятия не имею. То есть, это просто какие-то склады. Либо здесь какой-то распредцентр. Либо... Что это вообще такое? Почему именно сюда им надо было привезти 23 тонны жвачки? Я понять-то этого не могу. Это вообще странно. Просто нереально странно. Как минимум, да. Как минимум, странно. Так, ну... Я не знаю даже, куда парковаться-то на самом деле. Попробовать, если только к тем складам каким-то образом там подъехать. Сейчас мы просто здесь попробуем немножечко крутануться. Офигеть, она длинная, эта шаланда. Ужас просто. Наверное, сюда, наверное, на эти офисы заезжать надо. Здесь пока поставим. Перекроем, конечно, мою парковку. Конкретикус тут. Так, там с той стороны у нас все нормально, нормально. Все, отлично. Уперлись. Ну что, ребята. Вот такой вот у нас рейс получился в очередной раз. С небольшими, конечно, но все-таки приключениями. Но, наверное, именно куда-то сюда. Но, я думаю, что я схожу за документиками. В общем-то, в принципе, нам подскажут, что делать, куда обращаться. Ребят, на этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Оставьте лайк и оставьте комментарий. Куда бы вы хотели меня отправить в дальнейшем. Но, в принципе, в начале видео планы как бы я озвучил. Но, опять же, все будет зависеть от вас. Все, ребята. Пока-пока. Увидимся.